Так, ну, переходим к шляпе. Пока я еще не достал вопросов, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли. Откуда берется творчество? Элементарно, Ботсон, есть творец, который сотворил все бытие, которое мы знаем. Поскольку часть этого творца в нас самих, мы сотворены по его образу и подобию, это творчество, это естественное свойство творца, которое есть в каждом из нас. Поэтому стоит, чтобы таланты не пропали, не зарывать их в землю, а использовать. Как сказано в местном мире. Спасибо. Сергей, по поводу фотосессии, нам очень нужна фотосессия. Но придется не нам к вам, а скорее вам к нам. Нам очень нужны новые фотографии. Загадочно. Название вашей песни «Дело мастерово», сокращение от… А это уже и перипетируйте сами. Такие вопросы, ответов нет и нет, вы сами решайте, что такое, о чем наши песни, что в них сказано, даже как они называются. Потому что песни – это не наше зеркало. Песни – это зеркало, которое мы ставим перед вами. И каждый из вас, в том, что мы поем, видит самого себя. И что вы так видите, мы не знаем. Кто в вашем творческом коллективе занимается мониторингом краудфандингового проекта? Вот он, чистый русский язык, наконец-то. Пушкан мечтал об этом. Знаете, тот, кто занялся мониторингом краудфандингового проекта, потерялся в туманных историях. Мониторинг прошел так себе. Расскажите о вашей работе с Сергеем Соловьевым. Сережа был ангелом в отлоте, без сомнения никаким и остается. У нас с ним договор был очень простой. Он изложил, чего он хочет. Я сказал, что это полная херня. Нужно хотеть совершенно другого. И объяснил ему, чего надо хотеть. Ну, поговорить немножко, мы сошлись на этом. После чего он сделал гениальный вещь. У нас, в аквариуме, тогда не было студии. Студию Тропилы закрыло КГБ. Он закопал пленки где-то за городом, чтобы их не конфисковали. И мы остались без студии, нам было негде писаться. И тут приходит Сережа и говорит, я хочу, чтобы ты записал музыку моему фильму. Я говорю, отлично, нам очень нужно записать много музыки. Он говорит, давай, вы пишите все, что там приходит в голову. То, что мне подойдет, я возьму, хорошо? Yes. А то, что тебе не подойдет, мы возьмем себе. Отлично. И так мы провели массу времени в студии Мосфильма, получив массу удовольствия и записав довольно много хороших песен. Не только фильм Ассад, но еще и для себя. Тут нарисована нога. Красиво. Ну, такого вы нигде не прочтете, кроме Библии, может быть. Не знаю, нужно читать, потому что читать другой такой хорошей книги я давно не помню. То есть поискать очень много интересных биографий музыканта, которые доставляют массу удовольствия. Кстати, я очень рекомендую этот многотонный труд про Битлз, потому что я читал его, я думал, что там его читать будет невозможно, вот этот новый, который сейчас выходит. Я прочел первый том, не отрываясь, потому что выяснилось, что совсем не то, что я думал, это страшно интересно. Совсем они не такие уж конфетные, как кажется. Спасибо. Пожалуйста, правда стоит. Но на самом деле книг много хороших. Вы простой смертный, точно. Осмелились выпустить аэростат про Лея-де-Боу. Это было давно. А почувствовали ли вы, как это что-то ушло вместе с ним из нашего мира? Нет. Из нашего мира ничего не ушло, потому что все, что он сделал, остается с нами. А на больше рассчитывать нам нельзя. Честь его и хвала, и упокой Господь его душу. Он был фантастическим человеком. Говорю это по личным ощущениям, по личным впечатлениям. Я ему, в общем, даже много чем обязан. Нравится ли вам случай, когда кто-то подходит к вам на улице, узнает вас и хочет что-то сказать? Или вообще, как вы относитесь и ведете себя, когда вас где-то узнают? Я не имею ничего против. Куда катится страна? Если она катилась, мы уже не были бы там, где мы есть, а были бы совсем в другом месте. Судя по тому, что мы ровно на том же пространстве между Атлантическим океаном, с одной стороны, и Тихим, с другой стороны. И уже много тысяч лет находимся на этом же месте. Мы никуда не катимся, мы все там же, мы все такие же. И в этом источник и глубокой печали, и отчаянной радости. Потому что все в нашей жизни зависит только от нас. Нет кого другого. А что происходит наверху во власти? Да оставим этим бедным людям их игрушки. Они правда бедные, их очень жалко. Их стоит жалко. Расскажите о вашей самой большой неудаче и самому большому успеху. Вот это настоящий русский язык. Леша, скажи, что на это ответить? У нас каждый концерт – самая большая неудача и самый большой успех одновременно. Всегда. Одно без другого не бывает. Если бояться неудач, никогда ничего не сделаешь. Поэтому, если вам нужен совет, советую. Совершайте все ошибки, которые можете совершать. И не переставайте этому радоваться. Потому что кроме вас их никто не совершит. Ну, нельзя же оставить ошибку несовершенной. Так что смело вперед. Последний вопрос. Почему у России нет друзей в мире? Зачем нам нужны воины? Сначала на второй вопрос. Нам не нужны воины. Мы воюем, потому что кому-то наверху, каким-то сволочам это нужно, потому что они хотят заработать день денег. Себе. Ну, они будут все это гореть в одном. И я подозреваю, что горят уже сейчас. Во-первых, во-вторых, почему у России нет друзей в мире? Честно вам скажу. Мне 63 года. Примерно половину... Нечестно, последний вопрос уже был. Примерно половину этого времени я шляюсь по всему миру. Общаюсь со всем миром. И мне в Фейсбуке все время приходится встречать вопросы по поводу русофобов, того сего, пятого, десятого. Миленькие мои, вбейте себе в голову, ну, раскройте глаза, раскройте уши. Вот я за всю свою жизнь не видел ни одного человека во всем мире, ни в одной стране. Ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции, ни в Индии, нигде. Ни в Китае. Который относился бы к русским плохо. Понятие русофобы придумано сволочами, которые сидят у нас наверху, и им нужно вами торговать. Дети мои, не давайте с собой торговать. Нету в мире русофобии, нету. Спасибо. Так, окей. Окей, Степан, по поводу Ситара. Напишите мне еще раз, я, по-моему, не получил вашего сообщения. Мы пока с Ситаром ничего сейчас записывать не собираемся, но этот вопрос всегда открыт. Ситарист нам всегда нужен. Окей. Все. Мы всю правду уже выяснили. Един вопросов больше. Спасибо.